Полный вперед! Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в очередном выпуске программы «Полный поп-бай» я бы хотела опять вернуться к теме гипноза. Только в этот раз мы зайдем с другой стороны. Мы посмотрим на техники гипнотизации, кодирования, влияния, на способность человека внушать и самому быть внушаемым. Поэтому мы посмотрим немножко под другим углом восприятия. Мы посмотрим с точки зрения представлений, которые существуют в нашем обществе, насколько они реальны и насколько они соответствуют действительности. Если вот сейчас любой из вас, кто смотрит это видео, если у него спросить, что такое гипноз для тебя, и у каждого человека возникнет в голове своя картинка. Кто-то, кто сейчас в данный момент времени находится в каком-то негативном состоянии, в стрессовом, у него быстро всплывет момент, когда там цыгане его облапошивали. У кого-то в этом плане всплывут какие-то видео, воспоминания, как там показывали эстрадный гипноз. У кого-то всплывет в воспоминаниях суперкрутой секс. У кого-то в воспоминаниях у каждого всплывет своя картинка, и они могут быть как положительными, так и отрицательными. Дело в том, что представления, которые навязываются нам телевидением, РНТВ, СТВ и так далее, они немножко не соответствуют действительности. Они так нормально вводят людей в заблуждение. Ведь нигде в них не говорится о том, что гипнотические трансовые состояния это естественное физиологическое состояние нашего тела. Если мы взглянем на гипноз через призму нашего физического тела, то становится очевидным, что наше тело без гипноза жить не может. Нам надо режимы расслабления, релакса, сбрасывания напряжения. Почему люди многие пьют? Понятно, есть вторичная выгода, есть созависимые отношения и так далее. Вот это сейчас давайте уберем на второй план. Первично. Что происходит с физическим телом человека? В физическом теле человека есть избыток напряжения. Это напряжение надо как-то погасить. Как его погасить? Если человек не умеет расслабиться, просто сесть на диван и войдя в медитативное трансовое гипнотическое состояние, значит он будет сбрасывать через расслабление, через алкоголь. В дальнейшем интоксикация, последствия и так далее. Все состояния трансовые, гипнотические, это ресурсное состояние для нашей психики. В них, только в них можно найти озарение, только в них можно найти открытие, только в них можно найти гармонию и внутреннее спокойствие. То, к чему мы стремимся. Это состояние внутреннего равновесия. И это же состояние счастья, это же состояние любви и так далее. Что такое влюбленность, когда играют гормоны? Что это не транс, это не гипнотическое состояние? Ребят, давайте не будем обманывать себя. Поэтому я за то, чтобы люди все-таки смотрели, не боялись этого слова, потому что вот доходит до маразма, откровенный маразм. Я заказываю рекламу на Яндекс.Директ с предложением разместить мою рекламу по семинарам того же самого Петра Андреева. И я получаю ответ, что в нашей стране запрещено обучение гипнозу. И в одной же цепочке с гипнозом поставлен спиритизм, опять-таки экстрасенсорика, гадалки, астрология и все подряд. Это совсем разные вещи. Давайте не будем валить в одну кучу. Да, тот же астролог использует тоже трансовое состояние, та же гадалка, тоже использует физиологические реакции, тоже использует трансовое состояние. Но это разное состояние. Все, что касается конкретно входящей в блок, например, медицинского гипноза, это 9 состояний по каткову, 9 физиологических реакций и как их использовать для того, чтобы с ними работать. Это кусок выделенный, это не весь гипноз, но это касательно гипнотерапии и это касательно кодирования. Хотя при этом транс и гипноз – это значительно шире. И когда начинают разделять эриксоновский гипноз, цыганский гипноз и так далее, все прекрасно. Есть измененное состояние сознания, есть режимы торможения мозга, есть определенные физиологические реакции. Это надо понимать, это есть у каждого человека. У кого-то в большей степени, у кого-то меньшей, кто-то относится к самонабулическому типу, кто-то еще и кто-то еще. Мы все очень разные, но определенная система уже есть и в медицинском научном подходе. Эту систему имеет смысл понимать и знать для того, чтобы в дальнейшем оттолкнуться в путешествии в самого себя. Поэтому вот эта базовая система, когда она есть и вы ею владеете, элементарные тесты на проверку на гипнабельность, развлечения пассивный и активный транс, базовые речевки, как сделать внушение, как это все должно сочетаться внутри человека с его программным обеспечением, с его системой ценностей, что станет, что не станет. Какие-то вещи базовые по движениям, по пасам, если вы говорите о пассивном трансе. Если речь идет об активном, тоже свои моменты, как работать. Вот эти базовые вещи, я считаю, что знать должен абсолютно любой человек, так как это залог вашей безопасности. Потому что весь криминал дальше этого не ходит. Он просто не может дальше пойти, потому что он не играется дальше с внутренними состояниями человека. То есть речь идет только об измененном состоянии сознания, когда речь идет о торможении мозга. Но, к слову, «состояние» есть еще другое значение лексическое, кроме торможения мозга. Есть еще внутреннее состояние человека. Там и гнев, и радость, и печаль, и любовь, и благодарность, и так далее. Это все разное состояние. И эти все разные состояния имеют разные отклики в физическом теле. И в зависимости от того, с какого состояния вы стартуете в гипноз, в трансовое состояние, будут разные результаты. Это тоже, скажем так, огромный кусок психики человека, который постоянно исследуется, прорабатывается, потому что все мы индивидуальны, и в этих вопросах мы тоже индивидуальны. Это огромный пласт для самопознания и для возможностей работы с информацией. Потому что есть определенное измененное состояние сознания, когда информация доступна, а есть, когда она недоступна. Есть, когда человек раскачанный может сам загрузиться достаточно, на глубокие уровни торможения, и работать с какими-то правами доступа. Есть, когда человек просто загружается. В гипноз мы вваливаемся все. В медитацию можем войти. Вот мы затормозили, и дальше просто тупое состояние. Поэтому всегда гипнотизеры работают со своим клиентом, они его ведут. Самогипноз – это на порядок сложнее, потому что там человек сам должен работать, он должен помнить, зачем он вошел в это состояние, выполнять какую-то работу, еще должен знать техники, как что делать. Что касается гипноза, когда с тобой работают, тогда человек просто входит в определенное состояние сознания, и когда вы это проживали, вы понимаете. Сознание чистое и ясное, никто из вас не спит, ум ваш выключен, но при этом вы все осознаете значительно четче и яснее, чем в повседневной жизни. Но при этом вы достаточно внушаемый, порог критического восприятия у вас достаточно сильно снижен. Просто это так происходит, это наша физиология, мы так реагируем на эти состояния. Если мы в этих состояниях еще научились выполнять какие-то технические задачи, мы очень многое можем изменить в себе, проработать в себе свое программное обеспечение, мы можем прорабатывать свои заболевания, свои отношения, свои реакции на ту или иную ситуацию, в зависимости от того, от смены реагирования на те или иные событийные происходящие, на стимул. Есть стимул, есть реакция. Если мы на стимул сменили реакцию, все, наша жизнь поменялась. И в зависимости от того, как мы ее сменили, вот так наша жизнь и меняется. Потому что эта жизнь, опять-таки об этом мало кто говорит, но если вы смещаетесь по восприятию в свой внутренний мир, то эта жизнь – продукт нашей психики. И никуда от этого не деться. Наш мозг рисует эту картину мира. Ведь она же берется в нашей голове, она же не где-то выстраивается, она в нашей голове. А мы умираем, наш выключатель выключается, у нас в голове уже этой картины мира нет. Она остается у тех, кто остается жить. Задумайтесь просто над этими вещами. Это смещение восприятия в свой внутренний мир, это смещение восприятия в режимы самопознания. И это очень хорошие режимы, это ресурсные режимы, это полезные режимы для психики. Можно просто убрать страх и невежество, и идти, и заниматься изучением, самоисследованием. Когда я слышу, что гипноз это страшно, и вы можете там столкнуться с бесом, с дьяволом и так далее, это очень часто звучит в религиозных источниках. Господа, если вы входите в любой из храмов, первое, с чем вы сталкиваетесь, это с гипнозом. И я могу объяснить, почему вы там сталкиваетесь с гипнозом. Первое, что даряет запах, еще подходя к храму, запах ладана, да? У вас перекрывается канал запаха. Дальше у вас идут песнопения, аудиальный канал, вы видите мерцание свечей и так далее, у вас перекрывается визуальный канал. И так по очереди канал за каналом. В это время вы уже проваливаетесь во внушаемое состояние в гипноз. Все по одному шаблону. Если вы различаете техническую базу, если у вас есть представление о том, как это работает, то вы уже понимаете, что там гипноз работает сразу. Когда вы встречаетесь с яркой наряженной цыганкой, которая совершает еще какие-то движения, цыгане обычно работают парами, успевают вас общупать справа-слева, одна говорит вправо ухо, другая влево. Скажите, пожалуйста, они что, каналы восприятия не перекрывают? Перекрывают. Значит, там тоже что имеет место гипноз? И вы этот же гипноз называете цыганским, а тот какой был церковный? Ну, о чем он речь? Ну, просто вот есть какой-то минимум знаний, который имеет смысл получить для того, чтобы потом наложить на окружающую действительность. И вы будете видеть эти проявления в мире и говорить, да, вот это относится к гипнозу, это не относится, но поверьте мне, к гипнозу относится слишком много. Поэтому имеет смысл это изучать. Далее следующий вопрос. У кого изучать? Если прогуглите набрать, кто обучает гипнозу, выскочат совсем разные тренера и совсем разные цены. И это закономерно. Это нормально, потому что обучение гипнозу – это личные наработки человека. Речь идет о состояниях, о его личных состояниях, о его личных наработках. И если он считает продавать это по такой цене, это его право, потому что это его собственность, это его внутренний мир, он им делится. За это надо просто быть благодарным человеку, за то, что он хочет поделиться им. Люди делятся совершенно разным опытом. Единственное, что объединяет обучение гипнозу – это то, что каждый из гипнотизеров, он, как правило, дает спектр применения того, чему он учит. Вот этот учит уличному гипнозу, и у него очень хорошо это получается. Вот следующий учит работе с алкоголизмом, у него тоже хорошо, а этот творческому гипнозу – это тоже прекрасно, этот эстрадному. И пошло, пошло, пошло. База, первичная база, техническая, у всех будет одна и та же. И вот так уж сложилось, что техническую базу особо-то люди давать не хотят. Если вы начнете читать того же самого Кандыбу, то вы зачитаетесь, но, как правило, техники оттуда вычленить, так, чтобы четко, ясно, с речевками совсем разложить, вот подробно и просто взять и выполнить. Ну вот как-то такого не дают. Если вы встречаете такого человека, ему надо сказать спасибо, потому что он вам дал алфавит. Очень многие люди, очень многие люди учат вас читать сразу роман Толстого «Война и мир». Прекрасно, можно учиться по романам по «Войне и мир». Возможно, его придется перечитать 50 раз, для того, чтобы вникнуть в суть. Но упорство и труд, все перетрут, на самом деле вы добьетесь результата. Можно сперва изучить алфавит, потом почитать чуть-чуть на усложнение более какие-то детские сказочки, и потом дальше, дальше, дальше. И в конце концов на определенном этапе дойти до «Войны и мира». По сроку обучения это будет примерно одно и то же. Не до того, что кто-то прыгнул через голову, нету хороших гипнотизеров, нету плохих гипнотизеров. Если у человека есть уже техническая база, есть опыт в гипнозе, то имеет смысл с ним познакомиться. И чем больше тренеров в вашей жизни будет, тем легче трансовые техники встроятся в вашу жизнь. Потому что задача не скопировать человека, задача встроить это в свою жизнь так, чтобы эти техники стали вашими, чтобы они стали повседневными, чтобы вы в своей жизни просто так жили. И тогда вы будете понимать, что вы сели отдохнуть, вы используете какие-то примочки, которые лично вам подходят, но у вас отдых становится, вы за 15 минут отдохнули, как будто проспали 3-4 часа. Вы начинаете какое-то дело делать, в компьютере работаете с информацией, у вас еще есть какие-то мелкие прибамбахи, как это все использовать, как использовать измененное состояние сознания, для того, чтобы получить информацию более кратким путем. Вы общаетесь с клиентом, у вас возникает внутри вопрос, а не лжет он ли вам? И вы четко знаете ответ, лжет он вам или нет. Потому что вы опять-таки используете определенные наработки, ваши личные, встроенные в вашу личную жизнь. Но это надо адаптировать, потому что любой человек, который обучает измененным состояниям сознания, повторюсь, он рассказывает через свою призму восприятия, а у вас однозначно она не такая. Она не такая, ее надо будет приспособить и сделать такой. Более того, даже базовые состояния, в которых работают люди, они абсолютно разные. Можно встретить прекрасного гипнотизера, который работает в директивном ключе. А потом выйти и сказать, ой, эриксоновский гипноз лучше. Ничего подобного. Дело в том, что базовые состояния, с которых стартует, техническая часть одна и та же, а базовые состояния, с которых стартует один и второй гипнотизер, разные. Вам просто ближе то состояние, и вы выбираете его. А кому-то ближе это состояние, и он выбирает его. У каждого будет, абсолютно у каждого человека, будет своя наработка, свое качество, и свои результаты в жизни. Но тема гипноза – это та тема, которую никак нельзя обойти в экстрасенсорике. Вы можете 7 раз биться о этих вот картах, еще какие-то прибамбахи, в астрологию, еще набирать кучу вариантов, руны, еще сейчас в голову не приходит. Куча дополнительных инструментов – это дополнительные инструменты. Дополнительные. Это те инструменты, которые тоже будут помогать входить в определенное состояние сознания, но эти инструменты не учат идентифицировать измененное состояние человека и работать в них осознанно. То есть они дают, они, в общем-то, я называю их костылями. Вот это костыль, да, для того, чтобы. А вот этот костыль для того, чтобы. У каждого костыля есть какой-то свой результат. Он обязательно есть. Это прибор. Но вы же получаете, работаете это с собой, а с собой для того, чтобы работать, все-таки, все, что касается техник гипнотизации, научные подходы и так далее. Ну, ребят, сегодня это знать надо. Но это мое личное мнение. Я его не навязываю, я его выражаю, озвучиваю и так далее. Я не... Правда в последней инстанции. У каждого из вас будет своя правда. Я просто обращаю внимание на то, что смена представлений и взгляд на этот мир через призму своих собственных физических реакций, ну, наверное, он сделает вашу жизнь безопаснее, качественнее, здоровее, счастливее, любвеобильнее и так далее. Потому что к этим моментам вы сможете подходить осознанно. удачи вам на пути самопознания и добудет... добудут результаты на этом пути. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok